На улице Амелькова Управление по делам семьи и детей. Здесь оказывают 27 государственных услуг, проводятся заседания межведомственной комиссии по лету, в Совет опеки, работают комиссии по делам несовершеннолетних и клуб приемных родителей. Путевки детям на летние удных тоже можно получить здесь. Работает кабинет психологической помощи для многодетных семей. То есть жизнь здесь всегда бьет ключом. Все семьи, взявшие детей сирот на воспитание, опекаемы теплотой и заботой и более 130 миллионов рублей пособий, ежегодно поддерживают замещаемые и опекаемые семьи. С тех самых пор, как создали это управление, а это 10 лет назад, в управлении работает Вера Нигинская. Она поделилась проблемами в решении вопроса жилья для детей-сирот. Давайте так сделаем, наверное, все эти вопросы, которые возникают у нас и создают какую-то сложность в работе, давайте рассмотрим. Познакомившись с размещением Управления здравоохранения, исполняющий обязанности главы города Юрий Поляков отметил отсутствие очередей в Управлении Росреестра, расположенного на этом же этаже. Четкая работа МФЦ налицо, подчеркнул Юрий Поляков. На улице Промышленной, в кабинетах Управления жилищно-коммунального хозяйства, муниципального контроля, Управления по транспорту и связи, капитального строительства Юрий Поляков познакомился со специалистами, ответственными за главное направление работы подразделений и подчеркнул. Прошу, когда будет заседать комиссия по ГИБДД, давайте вникнем и рассмотрим. Может, мы что-то сможем в транспортной схеме, какие-то изменения внести. Хотя весь вопрос даже не в самом движении, а в том, где парковать машины. Поляков отметил также, что главы сельских округов пока слабыми темпами вывозят из карьеры гравий отличного качества для сельских дорог. Эту работу необходимо организовывать активнее. Хорошей новостью поделился Виктор Зубоваткин. Пришла государственная экспертиза проекта и сметы на строительство пристройки для начальных классов для шестой школы. На следующий год стоимость где-то порядка 390 миллионов.